Согласно положению, утвержденному Советом Министров Белоруссии и Национальным банком в 2011 году, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны устанавливать платежные терминалы в своих объектах торговли. Подробно о доле безналичных платежей и установке платежных терминалов в объектах торговли нашего города рассказала на заседании в Горисполкоме начальник управления торговли и услуг Ирина Максимюк. По состоянию на 1 апреля 2016 года в городе Пинске 825 торговых объектов или более 90% оснащены более 1300 платежными терминалами. В том числе за первый квартал текущего года установлено 128 платежных терминалов. За первый квартал текущего года удельный вес безналичных платежей в объеме розничного товара оборота по городу Пинску составил почти 27%. Как отметила начальник управления торговли и услуг, существует ряд проблем, препятствующих повышению их количества. Среди них проблемы с установкой платежных терминалов. Основной вопрос, на котором чаще всего акцентируют внимание субъекты хозяйствования, это длительность в получении терминалов в банках. По информации банков, на сегодня около 60 заявлений на установку терминалов находятся на рассмотрении. Есть определенная процедура, которая должна соблюдаться. И процессинговым центром ежемесячно регистрируется 4-4,5 тысячи новых организаций по всей республике. Вот эта определенная задержка, которая вызвана в установке, она связана не только с работой процессингового центра по непосредственной регистрации идентификатора терминального, или впоследствии по пришедшей заявке на подключение в 10-дневный срок. У нас обязательство этот терминал установить, эти сроки мы соблюдаем. Основную еще часть времени занимает хождение по почте договора, подписание от банка в процессинг, то есть и так далее. То есть любые сбои, любые ошибки, которые содержатся в этих договорах, приводят к тому, что это все возвращается назад и процедура начинается сначала. На несвоевременную установку терминала влияет и тот факт, что организации оказываются технически не готовы к подключению. То есть организация заказывает интернет-терминал, а у нее банально нет компьютерных коммуникаций, разведенных по магазину. Необходимо время для организации сетей. Все эти вопросы приводят к срыву сроков. Проблема не в том, что устанавливается оборудование в течение двух месяцев. Наверное, в том, как рассчитываются все-таки карточки, но и торговые сети. Потому что основные торговые объекты, они оснащены сейчас оборудованием, где идут объемы. Просто было сказано, что торговля заинтересована, как никто в этом. На самом деле, в принципе, наверное, все-таки нету заинтересованности к тому, что, ну, насколько вот я вижу, когда бываю в магазине, не предлагается рассчитываться карточкой. Может быть, у покупателя есть карточка. Ну, я не могу точно сказать, но, в принципе, мне кажется, что проблема не в том, потому что основные торговые объекты оснащены платежным терминальным оборудованием. И установка идет, в принципе, двумя способами. Приобретается торговыми объектами оборудования, либо за счет банка аренда этого оборудования. Ну, а вы в аренду без проблем можете предоставлять? Ну, здесь зависит от того, в общем-то, какие объемы будут идти по оборудованию, потому что банк, в принципе, когда устанавливает оборудование, заинтересован в том, чтобы оно окупалось и, в принципе, приносило доходы, чтобы покрыть и эти расходы банка по аренде оборудования. Вопрос увеличения количества безналичных расчетов и установки терминалов сегодня интересен всем, как торговле, так и банкам, и зависит от вклада каждого субъекта хозяйствования. ПИНС, если брать, я думаю, что другие города, если большие, уже давно достигли международных стандартов по нагрузке карточек на один косттерминал, на один банкомат и так далее, и так далее. Вопрос в другом, что у нас самый низкий удельный вес, низкий удельный вес, по сути. А низкий удельный вес, он тоже достигается не только в торговле. Сегодняшний день легко, без процентов можно снять наличные деньги в банкомате. Это один из моментов отрицательной косттерминала. Сегодня некоторые банки предлагают выдачу кредитов на потребительские товары наличными деньгами. Не на карточку безналичных, а наличными деньгами. Поэтому это тоже один из стоков. Ну и, конечно, предприятиям торговли удобнее использовать наличные деньги, чем безналичные, то есть карточки. Потому что инкассация на сегодняшний день самая тоже дешевая. А это издержки. Каждый считает свою копейку. Если будет работа вестись по всем направлениям, тогда и будет результат более высокий.